Дайджест недвижимости Авторы инициативы уверены, что мера прежде всего направлена на стимулирование рождаемости в стране. По их словам, налоговые льготы станут большим подспорьем, особенно учитывая то, что к 2020 году россияне начнут платить полный налог на недвижимость, рассчитанный по кадастровой стоимости квартиры. Теперь его размер, напомню, помимо метража, зависит от места расположения и престижности дома. Ранее эксперты посчитали, что в 2020 году россияне заплатят за свои квартиры налоги примерно в пять раз больше, чем в 2015. Дайджест недвижимости Здание прачечной, школу и центры досуга молодежи продадут в Кирове. Проект программы приватизации городского имущества на ближайшие три года опубликовал Департамент муниципальной собственности. На торги в очередной раз выставят здание школы в Чистых прудах на улице Советской, 33. Постройку площадью почти в 500 квадратов, а также земельный участок оценили в 3 миллиона рублей. Ранее объект выставляли на торги за 8 миллионов. За три года лот подешевел в три раза, отмечает портал Дом 43. В планах приватизации помещение колледжа на улице Крупской, здание центра досуга и молодежи в Нововятске и здание банно-прачечного комбината в Победилово. В списке также объекты культурного наследия на улице Спаской 6 и 10А. В общем, от продажи муниципального имущества за три года город рассчитывает выручить более 150 миллионов рублей. Два здания в Ленинском районе Кирова признали аварийными и подлежащими расселению жильцов. Об этом говорится в постановлениях на сайте администрации города. Многоквартирные дома на улице Есенина 7 и ключевой 25А должны снести до конца 2020 года. Жильцов, для которых квартиры в аварийном доме являются единственным жильем, расселят в помещение маневренного фонда. Они должны выехать до конца марта этого года, уточняется в документах. На этом все. В студии работала Анна Лапшина.